Добрый день, уважаемые коллеги. У нас вопрос сегодня по Арктике, но начать я хотел бы с министра МЧС. Мы с вами обсуждали вопрос, связанный с необходимостью помощи людям во Владивостоке, в Приморском крае, но мы встречались с вами во Владивостоке. Тогда были и данные определённые поручения. Владимир Андреевич, что сделано и какова там ситуация сейчас? Товарищ президент Российской Федерации, уважаемые коллеги, в настоящее время в Приморском крае продолжает действие в режиме чрезвычайной ситуации и федеральный уровень реагирования. Органы управления и силы минимизируют ущерб от тройки лукарной стихии. В настоящее время работает группировка сил свыше 19 тысяч человек, 1650 из техники. Товарищ президент, в соответствии с вашими указаниями мы создали резерв 1800 человек. Подтоплено более 40 населённых пунктов, 4,5 тысячи домов с населением, 14 тысяч человек. Отрезаны от мера 43 населённых пунктов, неустойчивая работа, связь 18 населённых пунктов, 10,5 тысяч гектаров сельхозугодий попали под удар стихии, 70 мостов, более 200 километров дорог. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы и первоочередные аварийно-восстановительные работы. В пунктах временного размещения в настоящее время находится более 200 человек. Три ПВРа мы уже закрыли, людей отправили к местам проживания. В ПВРах организовано круглосуточное питание, работает медицина, связь социальные работники. Решаются все текущие опросы, в том числе показания помощи в оформлении документов. Работает воздушный мост, вертолёты Ми-8 и Ми-26, уже более 150 человек доставили и во Владивостоке в другие регионы. Организовали 7 временных лодочных переправ и переправ с применением ПТСов. В настоящее время в населённых пунктах, там где уходит вода, работает 21 оценочная миссия. И комплексная бригада, и спасатели, которые сегодня уже очистили более 300 поддворий от ила, мусора, грязи и организовали адресную помощь семям. Конечно, авторитет это люди пожилого возраста и многодетные семьи. Осуществляется вакцинация населения, более 1800 человек уже вакцинировано. Работают медицинские бригады во всех населённых пунктах. Более 1700 человек уже прошли диспансерное обследование. В понедельник решением правительства Российской Федерации из резерва фонда выделено 718,5 миллионов рублей. Это средства на выплаты материальной помощи пострадавшим и на компенсацию утраты имущества первой необходимости. И соответствующая выплата осуществляется и из бюджета Приморского края. Приоритет нашей работы это адресная помощь людям и оперативное восстановление социально значимых объектов, школы, детские сады. Там где-то возможно, там где-то невозможно. Детей перераспределили, организовали доставку и обучение. В настоящее время ситуация в регионе остаётся напряжённая. На ряде рек продолжается повышение уровня воды, соответственно увеличатся площади подтопления. Повышаются? Повышаются, так точно. И работают оценочные миссии. То есть президент, мы работаем в тесном взаимодействии со всеми федеральными структурами. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Приморского края. Энергично работают органы местного соуправления. Помогают регионы и Дальнего Востока, и Сибири. И мы планируем после спада воды завершить оценку. И потребуется дополнительное решение по восстановлению школ, детских садов, жилья, районных больниц и других социально значимых объектов. Мы совместно с Минсельхозом и Минтрансом проговорили вопросы восстановления дорог и мостов. Уже зарезервировано 1,7 миллиарда рублей на эти цели. В настоящее время сформированы комплексы и бригады всех федеральных структур. Работают на месте специалисты Минсвязи, Минстроя, Минсельхоза, Минтранса, которые готовят предпроектные решения. Все дороги и коммуникации мы в настоящее время восстанавливаем по временной схеме. Так же, как и линии связи, планируя подготовить проекты и завершить основные работы, товарищ президент, к сентябрю 2017 года. Потому что это требует кропотливой работы, подготовки проектов и качества выполняемых работ. Мы приняли совместное решение с руководством Приморского края, что после удара стихии всю инфраструктуру, особенно в отдаленных сельских поселениях, будем восстанавливать лучше, чем было до. Работа продолжается. Ситуация находится под контролем Национального центра в районах технических ситуаций. Доклад закончен. Валерий Валерий Валерийович, пока невозможно определить ущерб, да? Особенно по домовладениям. По предварительным данным у нас общая оценка есть. Но дело в том, что на реке Уссури и ряде притоков уровень воды за сутки еще прибыл. Расширяются зоны подтопления. Там, где вода уходит, у нас уже работает 21 оценочная миссия, и мы шаг за шагом продвигаемся. 304 дома, которые подготовлены к проживанию, мы уже расчистили подворье. Доставили тепловые пушки и дополнительно Сахалина, Забакалия и Хабаровского края тепловые пушки направляем. Но окончательный масштаб и конкретные решения будут подготовлены после того, как третий удар стихии ослабнет, и вода уйдет. Хорошо. Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможно, сразу сделайте это как можно быстрее. Всё есть, я скажу. Мы некоторое время назад обсуждали вопросы развития сельского хозяйства. Отмечали, что у нас с 2010 года в два раза, например, выросло производство свинины. До 2015 года более 3 миллионов тонн мы произвели. Уже закрываем почти целиком полностью свои собственные внутренние потребности, и появляется экспортный потенциал. В том числе вы просили меня и с китайскими коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт китайский рынок, очень перспективный и большой. Но есть проблемы, которые мы должны решить, и не только для организации этого экспорта, но и для обеспечения качества продукции внутри страны. Это эффективно бороться нужно с распространением инфекционных заболеваний среди животных, в том числе африканской чумой свиней. Вот в ходе этого совещания были даны и поручения определённые правительству. Я бы попросил сегодня рассказать, что сделано, поскольку срок исполнения этого поручения прошёл. Сегодня уже седьмое, а мы договорились о том, что такие предложения будут подготовлены к первому сентября. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, правительство России подготовило проект в плане действий, дополнительных мер по борьбе с африканской чумой свиней, которая действительно является главной угрозой для развития нашего свиноводства, для обеспечения качественной продукции внутреннего рынка и развития потенциала в этом направлении. План действий был обсуждён всеми заинтересованными ведомствами. Вчера собирались и у Андрея Ромича, и у меня. И договорились о двух вещах. Сам план доработать в течение короткого периода времени и утвердить решением правительства, но реализацию большей части пунктов, которые предусмотрены на планах, которые не вызывают сомнений, начать немедленно. Уже сейчас, до того, как будет формально этот план утверждён правительством. О чём идёт речь? В первую очередь, это усиление контрольных полномочий наших федеральных органов спонтанной власти и органов местного самоуправления. Минсельхоз должен быть наделён полномочиями по согласованию структуры органов спонтанной власти регионов в области ветеринарии, мониторинга и оценки их деятельности, в том числе согласование руководителей этих региональных органов. Почему об этом идёт речь? Мы занимаемся темой АЧС уже многие годы. Были неплохие периоды, в частности, в прошлом году АЧС пошла на убыль, но в этом году вновь ситуация резко ухудшилась. Как правило, это происходит там, где просто расслабляются местные власти и расслабляются местные контрольные органы, теряется контроль. И реальной вертикали власти в этой сфере по закону не существует. У нас отдельные полномочия федеральных органов, отдельные полномочия региональных органов. Правительственная комиссия действует, когда сигналы доходят до регионов, они также начинают действовать. Но, как и в любой такой работе, должен быть постоянный контроль. И это требует наделения полномочий по вертикальному управлению Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства. Мы договорились, что такие изменения в закон будут внесены. И все сейчас с этим согласны. Кроме того, политически важным является введение критериев и обязательных условий по содержанию свиней в личных подсобных хозяйствах. Вопрос чувствительный, поскольку люди держат свиней в своих ЛПХ и зачастую это не отвечает никаким санитарным нормам и правилам. Эта сфера не подконтрольна. Такие правила пришло время ввести. Проект этих правил уже разработан. И необходимо установить ответственность за соблюдение данных правил. Органы местного самоправления должны быть наделены полномочиями к поведению учета поголовья свиней в ЛПХ и контролировать соблюдение и правил, и порядка учета. При этом мы продолжим реализацию программ замещения этого вида деятельности в личных подсобных хозяйствах другими видами деятельности. Будем поддерживать региональные программы, которые направлены на разведение в личных подсобных хозяйствах и других видах сельскохозяйственных животных, которые также могут приносить доход людям и смягчить социальные последствия отказа от содержания свиней в личных подсобных хозяйствах. Анализ показывает, что в последние несколько месяцев главной причиной распространения АЧС в наших регионах становится уже не только нарушение правил содержания свиней в ЛПХ и в отдельных крупных хозяйствах, но и распространенность популяции дикого кубана по территории, особенно центральной части России. Принимались в отдельных регионах меры по снижению популяции, причем в административном порядке, в регулируемом порядке. Тем не менее, у нас есть противоречия между интересами свиномоста, сельского хозяйства в данной сфере и интересами, связанными с экологией, с поддержанием биоразнообразия животных в территории Российской Федерации. С нашей точки зрения, с учетом того, что речь не идет о всех регионах, речь идет о регионах, которые либо уже подвержены АЧС, либо соседних регионах, необходимо пойти на резкое снижение популяции дикого кубана в этой части России. При этом эта популяция сохранится в других регионах, неподвижных АЧС, где таких рисков нет. Когда мы сможем в значительном мере побороть эту беду, восстановить популяцию не составляет значительного труда. Это можно будет сделать достаточно быстро. Поэтому мы сейчас окончательно согласовываем, и в ближайшие буквально несколько дней это будет сделать, как показатели, до которых должна быть снижена популяция дикого кубана в соответствующих регионах. А в некоторых регионах речь идет о полной депопуляции дикого кубана. И мы обязаны на это пойти. Отмечу, что часть проблемы – это наличие АЧС в соседних странах. Это и Республика Беларусь, и страны Балтии, и Украина. Мы ведем диалог и сотрудничаем с соответствующими органами этих стран. Они также принимают подобные меры, фактически одинаковые меры вместе с нами. И эту работу мы продолжим. Еще раз подчеркну, действительно, мы пока не утвердили сам план, но его реализацию начали. И подавляющая часть пункта будет реализована уже сейчас, не дожидаясь утверждения плана. Но план будет утвержден через короткий период времени. Через какой? По моему оценку, до конца сентября план будет утвержден. Но к этому времени проекты нормативных актов уже будут готовы. И когда Дума начнет работать, мы их внесем в Государственную Думу немедленно. Давайте договоримся, что до конца сентября это будет сделано. Сергей Федорович, Ваше ведомство как относится к тем предложениям, которые сейчас сделаны? Как сказал Латарий Владимирович, мы сейчас со своей стороны предложили уровень регулирования, как мы это, корректно, на мой взгляд, было бы назвать, регулирования дикого кабана в тех регионах, где находятся сами хозяйства, большие хозяйства по разведению свиней. Там мы планируем и предлагаем сделать вокруг этих хозяйств буферную зону, где фактически довести уровень регулирования кабана до нуля вокруг этих хозяйств, чтобы не было ни контакта дикого кабана с свиней. Это первое предложение. Второе предложение от нас было сделать тоже буферную зону вдоль границ с теми странами, где есть эта проблема с АЧС. Там тоже это регулирование довести до уровня отсутствия кабанов, вот как раз в этой буферной зоне. А по остальным регионам дифференцированно подойти, как было сказано, как Владимир Владимирович, там, где АЧС есть, у нас предложение снизить до уровня... Одна особь на 4 тысячи гектар, это там, где как раз АЧС было и, соответственно, где есть риски, где сопредельные регионы с этими регионами, где АЧС присутствует. Здесь одна особь на 2 тысячи гектар, и там, где благополучный регион, где АЧС не было, соответственно, нет рисков, там до двух особей на тысячи гектар. Ну вот сейчас эти подходы мы согласовываем. Хорошо, ладно. Переходите, пожалуйста, к Арктике. Вы хотели добавить? Да, здорово. Ну, пожалуйста. Для информации, мы за 7 лет, после 42 субъектов Российской Федерации, потеряли 800 тысяч поголовья из АЧС. То есть у нас поголовье 25 миллионов в России, почти миллион. То есть если до этого было очень много, мы с Арктикем Владимировичем и совещаний, и уговоров, либо драки щука, то система не работает. И сегодня на самом деле Польша, Украина, Балтики, отчасти Германии там на ушах все стоят, потому что беда большая приходит в Европу. И все эти меры демократические, полумеры не работают. Поэтому я прошу прощения, по диким кабанам, если мы рекомендательная мера 0,25 на 4 гектара, ну, кто это будет контролировать? Я считаю, что надо более радикально идти, и, конечно, даже как это делали в Беларуси, платить за каждого кабана, особенно за марку, которая, так сказать, естественно, сработала. Это большой приплод и сразу размножение. Если предложение, если у нас не пойдут дела, в этой части мы не скратим популяцию, значит, идти на крайние меры. Да, это будут тоже деньги, но по-другому, нам дороже поголовье, то, что мы, наша экономика страны, да, чем, так сказать, ну, 50 тысяч поголовья в центральной зоне в виде кабана. Поэтому спасибо очень своевременное и совещание, и предложение, и, на самом деле, поселение этого очень жидко. Спасибо. Хорошо. Нужно на правительственной площадке доработать, как мы договорились, до конца месяца, и оформить эти предложения. Сергей Ефимович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в настоящее время Российская Федерация претендует на расширение площади арктического шельфа на 1,2 миллиона квадратных километров за счет увеличения внешней границы коментального шельфа Российской Федерации за пределами 200-мильной экономической зоны. Соответствующую заявку, согласно статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, Российская Федерация направила в комиссию ООН по границам коментального шельфа в августе прошлого года. Рекомендации комиссии в отношении границ коментального шельфа являются основанием для делимитации акватории сопредельных государств. Рассмотрение заявки обычно составляет от 3 до 5 лет. Российская делегация работает над тем, чтобы наша заявка могла быть рассмотрена до середины лета следующего года. В августе, совсем недавно этого года, состоялась презентация российской заявки на подкомиссию ООН. В качестве первых результатов представления заявки было подтверждено, что ключевое внимание специалистов будет обращено на обоснованность построения карты рельефа морского дна. В связи с этим, для снятия возможных вопросов нам необходимо, чтобы Минобороны в 2016 году завершила обработку и интерпретацию патиметрических данных, полученную в ходе проведения высокоширотной экспедиции. С Минобороном провели все согласования, коллеги сейчас будут подключаться. Также активную деятельность здесь ведут и другие приоритетические государства. В частности, свою заявку в комиссии представила и королевство Дании. Совсем недавно они представляли дополнительную информацию. Здесь получается так, что представленные материалы перекрывают на 550 тысяч квадратных километров заявляемой Россией территорий, в том числе и по Северному полюсу. В связи с этим, для ускорения рассмотрения российской заявки целесообразно обеспечить по каналам МИДа России проведение уже осенью этого года двухсторонних консультаций с датской стороной по вопросу подписания соглашения о предварительном разграничении сопредельных участков канитального шельфа в Северном Ледовитом океане. Здание. Здание. Чтобы потом уже можно было бы провести все остальные мероприятия, в том числе рассмотреть нормальные геологические заявки, чтобы опять не было никаких споров. Но желательно сделать именно осень этого года. Теперь несколько слов о развитии арктической зоны. Со своей стороны Минпроды уверены, что драйвером ее развития является уникальная арктическая минеральная савербаза. Здесь силами геологов создана огромная минеральная савербаза, в том числе по стратегическим полезным ископаемым. На территории арктической зоны открыты 340 месторождений нефти и газа, из них 33 на арктическом шельфе. Количество действующих лицензий на углодородное сырье 407. Я говорю не только о шельфе, но и о суше. Количество чьих? 407 лицензий. Они доступны вообще, эти месторождения? Что касается арктического шельфа, они доступны. И когда выдавали лицензии, рассматривали с точки зрения доступности эти территории тоже. По состоянию на 1 августа текущего года в пределах арктической зоны действует 248 лицензий на пользу недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи твердых полезных ископаемых. А на шельфе арктической зоны георазведочной работы на нефть и газ ведутся на 75 лицензионных участках на общей площади 1,3 миллиона квадратных километров. С учетом значительного объема работ, которые сейчас выполняются и еще предстоит выполнить госкомпаниям, а мы знаем, что основные участники на шельфе – это госкомпании, в условиях макроэкономической нестабильности правительством принято решение о введении временного моратория на предоставление пользования новых участков недокоментального шельфа. Это позволит компаниям сфокусироваться на исполнении текущих лицензионных обязательств, оптимально распределить финансовые ресурсы при реализации проектов георазведочных работ. Одновременно в целях конкретизации обязательств недропользователей по геологическому изучению, освоению уже предоставленных пользуемся участков недр, Роснедрами завершается актуализация лицензии, учитывающей реализуемые в регионе инфраструктурные проекты. Исходя из этого, мы как раз и предлагали, и правительством принято решение о введении временного моратория на выдачу лицензии. Ресурсный потенциал Арктики по природному газу, хотелось бы об этом сказать. Сейчас только 20 триллионов кубометров разведных запасов существует, в основном это Ямал. Уникальная степень концентрации этих запасов требует специальных мер, направленных на стимулирование их своевременного вовлечения в разработку. На наш взгляд, в противном случае, Россия рискует просто не успеть использовать этот потенциал в полном объеме в собственных интересах. С учетом возросшей междопленной конкуренции на мировых энергетических рынках, особое значение приобретает вопрос максимальной дефертификации способов использования российского газа. С этой целью необходимо разработать комплекс мер, в том числе и в сфере лицензирования, направленных на стимулирование повышения степени переработки природного газа с развитием в регионе производства сжижения газа, перерабатывающих мощностей, а также механизм строительства объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Просьба, Владимир Владимирович, дать поручение правительству проработать данный вопрос. Ну и еще одна тема, которую тоже хотелось бы затронуть, это тема, связанная с экологией. Освоение природных ресурсов арктической зоны осуществлялось до настоящего времени без должного внимания к уязвимой окружающей среде этого региона. Вы, Владимир Владимирович, лично видели, к чему это привело, в 2011 году вы были на архипелаге Франца Иосифа. В 2012 году, по вашему поручению, началась генеральная уборка Арктики. В качестве пилотной территории по ликвидации накопленного ряда окружающей среде в Арктике выбран архипелаг земли Франца Иосифа, где, по данным геоэкологического обследования, масса накопленных отходов составляет около 90 тысяч тонн. По итогам проведенных работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на островах ЗФИ в период с 2012 по 2015 год подготовлены к утилизации и вывезено 39 тысяч тонн отходов. Это где-то около 44% от всего объема отходов. Очищен полностью остров Александр, проведена техническая рекультивация площади 349 гектаров. Минобороны также подключились к этой работе. По их линии проведена очистка на Новосибирских островах, острове Врангеля, на Новой земле, на Рильске всего собрано свыше 9 тысяч тонн металлического лома, очищено около 150 гектаров нарученных земель. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, учитывая, что именно по вашему поручению начались эти работы, мы хотели бы пригласить вас посетить остров земли Александра на архипелаге земли Франца Иосифа, чтобы вы могли сами увидеть, как меняется природа Арктики после уборки. Холодно сейчас там уже становится. Можно сделать это в следующем году, год экологии, и можно было бы как раз здесь отфиксировать вот такой результат работы. Пока-то ничего, а там через пару месяцев температура будет совсем. Да, там до 20 сентября, говорят, еще сезон есть, а потом будет тяжело. Не успеем. Но действительно, может, на следующий год лучше, имея в виду, что будет побольше времени для того, чтобы результат показать. Да. Хорошо. Спасибо. Алексей Валентинович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, рассматривая в рамках Госкомиссии по арктике вопроса экономического освоения арктической зоны, мы исходим с того, что два основных фундамента – это использование уникальной минеральной средой базы, прежде всего газ, нефть, уголь, цветных металлов, редко земельные элементы, создание на этой основе промышленного производства современных и использование транзитного потенциала северно-морского пути и сопряжение этих двух элементов. Причем понятно, что хозяйственное освоение ведется в специфических условиях очагового введения хозяйства, больших пространственных расстояний и локальной инфраструктуры. Это требует проектного подхода. Мы в рамках подкомиссии по социально-комическому развитию нашей комиссии рассмотрели совокупность тех проектов, которые разные ведомства инициировали, у которых были предприятия решения. Часть уже в работе, часть предполагается к разработке. Это порядка 150 проектов. До 2030 года сумма личной инвестиции – это 5 миллионов рублей. Понятно, что требуется, во-первых, приоритизация, то есть мы будем уделять те проекты, которые предполагаются первоочередному использованию с учетом имеющихся рисков и результативностей и сопряжения этих проектов. Для сопряжения проектов, для того, чтобы использовать синергии, которые здесь могут возникать, принята концепция опорных зон развития арктического региона. Это 8 опорных зон. Польская опорная зона, Чукотская, Северо-Якутская, Ямальская, Таймурская, Ленинская, в которой возможно развитие проектов на основе общих инфраструктур, что экономит существенно первоначальные финансовые затраты и такое, возможно, формирование такого своего рода частного партнерства, при котором государство снимает инфраструктурные ограничения, предоставляет определенные референциальные режимы в разных тех форматах, которые у нас уже есть, а предпринимателям при этом целях обязательства по инвестированию, что позволяет оптимизировать бюджетные расходы, вовлечь уже имеющуюся инфраструктуру в работу и, так сказать, фокусировать это, по слову, на разные, одновременно на несколько разных проектов. Кроме того, предлагается возможность использования инфраструктуры, объектов инфраструктуры двойного назначения транспорта и связи энергетики, как в интересах развития обороны и безопасности этих регионов, так и в интересах экономического развития, вот мы вместе с Минобороны эту тему прорабатывают. А для того, чтобы максимально эффективно использоваться ограниченные ресурсы, предлагается использование тех форм поощрения развития, которые существуют, свободные порты, территория опережающего развития, инвестированные партии и так далее. В этой связи, Павел Иванович, мы выступаем с инициативой и просим принять решение о возможности, во-первых, распространения режима территории, опережающего социально-экономическое развитие на арктическую зону уже с 2017 года, закон нам разрешает это сделать с 2020 года, но мы просим приблизить эту возможность. Это то, что мы делали для Дальнего Востока? То, что мы делали для Дальнего Востока, распространить с 2017 года на арктическую зону. Мы так эти особые условия распространим на всю страну, и это хорошо, но тогда нам нужно будет для Дальнего Востока делать еще что-то, потому что нам нужно, чтобы этот абсолютный приоритет развития Дальнего Востока был привлекательным для участников экономической деятельности. Павел Иванович, наверное, это и есть магистральный путь развития. Пилотные регионы отрабатывают наиболее эффективные формы увеличения в хозяйственный оборот территорий и производственного потенциала людского, потенциала на Дальнем Востоке. То, что эффективно распространяемые на другие территории, а там дальше идем вперед. И второе, это режим, то же самое, режим свободного порта, который опять-таки на Дальнем Востоке работает в Владивостоке, еще на 5 портов в Дальнем Востоке распространяется, на опорные порты северо-морского пути, это Певек, Дикси, Тикси. Там, кстати говоря, не все порты включили на Дальнем Востоке. Предприниматели жаловались, что где-то на Камчатке, что ли, какой-то порт не включили. Это монопродуктовый порт, там только перевалка угла. Ну и что? Ну, если можно, мы просто рассмотрим этот вопрос. Ну, рассмотрите, потому что, ну, если все остальные пользуются определенными, так не будет там ничего перевалки никакой, все уйдут в другие порты тогда. Ну, если у них рядом работают порты с льготными, а у них нет, ну, и все, он загнется тогда. Ну, посмотрите, потом расскажите мне, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Ну, на самом деле, мы это рассмотрим как зрение одной цепи, потому что транзит через северно-морской путь, он предполагает использование и возможности портов Дальнего Востока, и возможность использования портов в бассейне Северного Белого океана. У нас сейчас серьезно растет объем перевалки грузов в этих направлениях, в том числе экспортный потенциал, использование транзита для, значит, производителей Дальнего Востока. И, конечно же, очень важно использование этого потенциала для северного завоза грузов. В советское время большая часть объема северного завоза шла через северно-морской путь, в настоящее время значительный объем идет южным путем, то есть завозится, значит, по железной дороге, а затем по рекам. Но это занимает два сезона и стоит очень долго. Поэтому, конечно, использование потенциала портового здесь очень серьезно снизить бюджетные затраты и сократить серьезное временное плечо для достатки этих грузов. Ну вот, процент. Спасибо. 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 Спасибо.